Занятая зима, занятая, всё, что было на зиме. Глоса ансамбля «Улыбка» – неизменные спутники всех событий Городского Совета Ветеранов. Традиционно его члены собираются в преддверии Нового Года, чтобы подвести итоги и поздравить друг друга с предстоящими праздниками. Сегодня мы десятый раз собирались вот таким образом и отмечали какие-то события. Например, 8 марта, День Победы, День пожилого человека, ну и так далее. И вот сегодня Новый год. И потом, вообще, мне кажется, вот такие праздники, они отлично просто подходят для людей именно пожилых. И они радуются этим праздникам. Какой же Новый год без Деда Мороза? Главный зимний волшебник поздравил ветеранов и провёл интерактивную программу с загадками и песнями. Этот год был насыщен радостными событиями. Члены Совета организовали пять культурных поездок в Нижний Новгород, Павлово, Саранск, Вознесенске и Суздаль. Ветеранская организация – это организация, которая должна воспитывать себе подобных, чтобы молодёжь, чтобы на патриотических и так далее подобных вещах. Но я считаю, самое главное сейчас, особенно нашим людям, которые пожилые, пожилые, по много лет, по 80 с лишним лет людям, им главное дать сейчас, чтобы они поняли, что о них заботятся, что они же любопытные люди, они хотят побывать там, побывать то и так далее, чтобы им дать возможность это сделать. С финансированием в городской ветеранской организации с каждым годом всё сложнее. Большую часть расходов пенсионеры берут на себя и особую благодарность выражают немногочисленным депутатам и предпринимателям, которые всегда готовы помочь. По словам председателя организации Петра Ульянова, в следующем году участники постараются не сбавлять темпы. Я желаю всем ветеранам нашего города здоровья, счастья, чтобы они жили и увидели бы хотя бы то, что с Украиной случилось. Наконец, в конце концов, нашу победу. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.